Всем привет, меня зовут Александр Голанцев, я занимаюсь табло в компании BioConsult. Сегодня я вам расскажу о том, как мы можем работать с статистическими файлами в табло Desktop. Давайте подключимся. Вкладка Statistical File. И у нас есть следующие варианты. SAS File, SPSS и R Files. В нашем случае у нас будет файл формата SPSS. Я уже заранее подгрузил. Как видно из названия, это данные какого-то из опросов. Давайте его подключим. Вот, у нас все подгрузилось. И там мы видим различные значения. Давайте посмотрим, что у нас представляет каждый из вариантов. Первый вариант, который приходит в голову, это просто построить динамику для каждого из мер. Давайте так и сделаем. У нас, поскольку это опрос, у нас ID, как я понимаю, из данных, это каждый отдельный субъект, которого обратили. Скорее всего, это человек, судя по тому, что у нас есть наименование возраста, education и всего прочего. И мы можем просто переносить. Для каждого из ID показывать каждый из графиков. Для того, чтобы так не делать, мы можем взять Ctrl так и взять еще несколько показателей. Таким образом, мы получим как раз таки все данные, которые хотим. И можем их принести сюда. И таким образом, мы можем, в общем-то, неограниченное количество раз практически увеличивать каждый из графиков. Тем не менее, это будет не очень удобным подходом, поскольку имеет определенные ограничения. И, в целом, делать так не очень удобно. В особенности, если мы рассматриваем предначальный анализ данных, то мы не знаем, какое количество показателей у нас. А здесь их, как видно, вообще немаленькое количество. И все это будет довольно проблематично и неудобно. Поэтому давайте очистим. И пойдем другим путем. Мы можем это сделать как на едином графике. Само вот так и сделаем. Вот у нас появились вот такие значения. Тем не менее, мы можем сделать вот так. Также добавить ID. Мазер Names мы можем просто принести в цвет. Как мы видим, судя по довольно равномерному распределению цветов на каждом из столбцов, сами по себе значения у нас довольно ощутимы и похожи между собой. Стоит, однако, учитывать, что это опрос. И, там, если мы условно возьмем какое-нибудь поле секс, что значит пол, мы увидим, что у нас значения в целом их два. То есть давайте мы сделаем вот так. Я вам покажу. Берем discrete. И как Dimension. Вот у нас значения 1 и 2. То есть, скорее всего, это значит то, что пол мужской или женский. И конкретно в каждом из таких случаев здесь довольно сложно это увидеть. То есть, и плюс у нас, как мы видим, не все значения подгрузились. То есть, не помогло это загрузить все значения. То есть, их здесь только ограниченное число. То есть, если мы попробуем добавить какой-нибудь смок еще, у нас все это получится. Тем не менее, нам необходимо это сделать вручную. Мы можем попробовать перенести все значения. Давайте так и сделаем. Вот у нас все выглянулось. Вот. У нас подгрузили все значения. Тем не менее, это невозможно изучать ни в каком виде. Здесь ничего не понятно. Здесь это никак нельзя использовать. И таким образом, это является очень сомнительным вариантом. Вот мы видим, что единственным показателем, который бросается в глаза, это вот смокну. Неизвестно, что он означает. Поэтому мы можем просто его вот там перенести вот сюда. И увидеть определенное его значение. Тем не менее, нам придется его удалить из вкладки Measure Values. Давайте посмотрим, где он находится. Мы можем его сделать вот таким вот образом. Measure, measure. Так, нас интересует smoke. Ну, вот так. Как видите, он ушел. И как бы у нас есть, остались другие значения. Где-то есть другие абсолютно показатели, которые также имеют огромное значение и не подходят для конкретного данной визуализации. По этой причине есть смысл использовать другой формат графика. Давайте перейдем на новую вкладку. Опять-таки, нажмем на Measure Names. Выберем все показатели. Перенесем его сюда. Вот, и Measure Names мы приносим в Rose. У нас ID будет в Columns. И Measure Values у нас будет вот здесь. Да, и подписи мы оставим. И вот в данном случае мы уже можем каким-то образом смотреть и анализировать, что из себя представляет каждое из значений. Это позволит увидеть хоть какую-то динамику, хоть что-то интересное и каким-то образом это изучить и подготовить предначальный анализ данных. Тем не менее, есть еще другой вариант. То есть мы можем, в общем-то, пойти по пути Measure Values и Measure Names, только сделать это по-другому. Мы можем преобразовать, сделать всего лишь три столбца. У нас будет ID, все значения конкретных людей, все значения Measures и их подпись того, сколько это значение значит. Значит, проще говоря, нам нужно сделать пивот всех мер и получить конкретное значение для каждой из мер. То есть уменьшить количество столбцов значительно. Обычно в Tableau при использовании классических источников данных мы можем выделить несколько столбцов. Так, давайте еще раз попробуем. И вот так. И, как правило, у нас появляется здесь вкладка пивот. Однако в данном случае она отсутствует. Из-за того, что мы используем статистический файл формата SPSS. Это конкретная специфика работы с такими файлами. Но, тем не менее, у нас есть вариант работы с ним. Мы можем пройти через Tableau Prep и сделать пивот уже там. У меня он заранее открыт. Давайте мы подключимся к источнику данных. Статистика файл. У нас будет рабочий столб. Презентация. Дата. И survey. Вот. Мы подключились к нему. Дальше мы можем сделать пивот. И... Сейчас. Немного прогрузится. И мы сможем выбрать все необходимые для нас поля. Вот. И вот мы сюда переносим. Давайте назовем Measures. И назовем Values. Вот. В следующем этапе мы можем посмотреть, как все это выглядит. Нажав вкладку Preview и на Tableau Desktop. Сейчас он должен автоматически открыть Tableau Desktop. И показать, как это будет выглядеть. Вот у нас открылась новая вкладка. Вот. И как мы видим, у нас появились вкладки Measures, ID и Values. ID мы приглашаем сразу наверх. И теперь мы можем, в общем-то, сделать то же самое. Мы получили, в общем-то, все то же самое, что и имели. И тем не менее, проблема в том, что... Сейчас я вам продемонстрирую это. Проблема заключается в том, что у нас, например, если мы смотрим на ось, она одинаковая для всех значений. И это неправильно, поскольку значения у нас все-таки разные. Давайте сделаем так же. Мы просто выбираем вкладку Edit Axis и выбираем во вкладке Range Independent Axis. И получаем те же самые результаты, что были и для вкладки Measure Names и Measure Values. Отличием является то, что во вкладке Measure Values мы можем изменить агрегацию для каждого из показателей. Когда мы сделали все через Tableau Pre-App, у нас это проблема, поскольку у нас все делается в сумме. Я уверен, что не все показатели должны иметь вкладку Summa, а агрегацию Summa. Нам необходимо иметь различные варианты для этого. Однако, здесь есть возможность чуть более гибкое настраивать и работать, чем если бы мы использовали Measure Values и Measure Names. Тем не менее, каждый из этих подходов имеет свои ограничения. И если каким-то образом необходимо что-то переделывать, лучше всего использовать Tableau Pre-App и преобразовывать так, как надо. Pivot это лишь один из вариантов, который можно, но на самом деле их очень большое число. Мы можем выбрать любой из этих вариантов, получить необходимый для нас результат. Всем большое спасибо за внимание. Смотрите наше видео.